так у нас сегодня очередной этап защиты кто будет выступать можно мы начнем номер проекта и этаж 6 у нас вопрос а почему часть людей не по корпоративным учетным записям заходит вопрос это просто принципиальное такое желание или получается я думаю у некоторых несколько аккаунтов и поэтому на автомате заходят того который открыт другая демонстрация да да давайте да и компания третий этап начнем мы с математической модели распространения информации мы видим здесь наше основное уравнение где у нас есть параметры n от это число информированных клиентов момент времени t большого n это общее количество потенциальных клиентов альфа первое отель альфа второе это наши коэффициенты определяющие скорость распространения информации у нас примера это постоянные коэффициенты то есть альфа альфа-1 фиксированы или ней не функции и наша цель станет поведение модели при разных подходах к нашим коэффициентам альфа-1 и альфа-2 постоянные коэффициенты программная реализация мы писали в виде описания кода наш программа решает дифференциальное уравнение методом оде решение наших аду и систем аду обыкновенных дифференциальных используется фиксированное значение альфа-1 и альфа-2 это нам позволяет получить предсказуемый рост числа фиксированных значений наши постоянные коэффициенты и результат который мы видим на экране слева график от нас график роста и на т при фиксированных альфа поведение на начальном этапе который постепенно замедляется когда она приближается к н это мы делаем как называют это кривая центры кривая как называется какому распределение на соответствует и как выберет это распределение нормальным распределением не ясну что ж такое то ладно давайте дальше продолжайте продолжайте дальше на линейные функции в этом случае у нас альфа-1 и альфа-2 от и он становится линейная и зависит от времени имитируя изменения интенсивности рекламы программа также используют этот метод о д е который тоже предназначен для численного решения обогоменных дифференциальных управлений и систем по ду снова мы видим график где у нас линейная изменяется точнее график роста и на т при линейной изменяющихся альфа-1 и альфа-2 а На начальных этапах наблюдается более медленный рост числа информационных клиентов, но затем компания набирает скорость. Отсюда вывод, что модели с линейными функциями позволяют более гибко подтравиться под изменения, что может быть полезно для более точного планирования и анализа рекламной кампании. В сравнении моделей ключевые выводы. Если мы их сравним, то мы увидим, что первый пример показал быстрый начальный рост, стабильный результат, подходит для ситуации с постоянной тензинностью рекламы. А второй пример показал более гибкий подход, и он позволяет моделировать изменяющуюся интенсивность, что делает его полезным при долгосрочных рекламных кампаниях. Отсюда мы делаем выводы. Программа показала, что выбор сильно влияет на динамику распространения информации, линейная модель более адаптивна, что может повысить точность прогнозов в реальных условиях. ООО подход имеет свои преимущества, то есть коэффициентные коэффициенты просты и предсказуемы, а линейные функции гибкие, но сложнее в настройке. Программный комплекс позволяет анализировать и выбирать оптимальную стратегию для рекламных кампаний в зависимости от целей и длительности. Дальше мы сравниваем эффективность рекламных кампаний при разных условиях. Для сравнения эффективности рекламных кампаний при условиях, что α1AT больше, α2AT и наоборот, нужно проанализировать влияние каждого коэффициента на скорость распространения информации данной модели. α1AT – это коэффициент, отвечающий за платную рекламу, то есть за быстрый, но более долгий, дорогостоящий эффект, только рекламу сразу оплата по большому количеству потенциальных клиентов. А α2 – это коэффициент сарафанного радио, описывающий естественное распространение информации среди клиентов, которые уже узнали о продукте. Оно действует медленнее, но дает стабильный рост осудовленности за счет постоянного взаимодействия клиентов. Рассматриваем первый сценарий, где α1AT больше, чем α2AT. Когда α1 больше, чем α2, то платная реклама оказывает основное влияние на рост числа информированных клиентов. В этом случае у нас начальный рост будет достаточно быстрым, так как реклама напрямую воздействует на наших потенциальных клиентов, то есть на нашу целевую аудиторию. Модель покажет экспоненциальный рост в начальных этапах, который со временем замедлится, а по мере того число информационных клиентов приближается к N большому. Этот подход эффективен для веркозрочных рекламных компаний, когда цель быстро достичь максимального охвата аудитории, например, для анонса кого-нибудь в мероприятии и запуска нового продукта. Однако такой подход может быть затратным, так как требует значительных положений на платную рекламу. И график покажет резкий начальный подъем, который плавно переходит в насыщение. Рассматриваем противоположный сценарий, когда основное влияние оказывает наше сарафанное радио. Здесь рост числа информационных, информированных клиентов будет медленнее в начальных этапах, так как начальная база людей, которые знали продукты, будет меньше. Однако такой подход дает стабильный и постепенный рост, особенно в долгосрочной перспективе. По мере увеличения числа информированных клиентов, эффект сарафанового радио будет нарастать, что придет к более естественному и органичному распределению информации. Такой подход эффективен для длительных кампаний, где постепенное увеличение осознавленности может быть даже предпочтительным, например, для повышения устанавливаемости бренда. При этом расходную рекламу снижается. Основной вклад вносит не платную рекламу, а сами клиенты. График покажет более плавно, но устойчивый рост, который будет постепенно ускаляться благодаря сарафанному эффекту. Какие выводы мы делаем? Когда у нас альфа-1 больше альфа-2, то есть платная реклама обеспечивает быстрый рост в начале, но она подходит для краткосрочных кампаний с высоким бюджетом. И когда наоборот, сарафан на радио позволяет достичь более естественного и устойчивого роста осознавленности, что подходит для долгосрочных кампаний. Такое сравнение позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию в зависимости от цели рекламы кампании и бюджета. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, честно сказать, разочарован докладом. Если так будет выступление на защите диплома, то и слушатели будут очень разочарованы. Такое ощущение, что вы сделали на коленке очень быстро презентацию по материалу, который не только вам не интересен, но вы им и не занимались. Не чувствуется, что вы хоть что-то сделали в этом направлении. Спасибо. Еще кто выступить хотел? А можно ли уже четвертый этап презентацию? Да, конечно, да. Тогда я, пожалуй, выступлю с четвертым этапом, проект номер три. Угу. Так, вы выбираете? Да, да, все хорошо. А на весь экран вы раскрыть можете, да? На весь экран. А, так. Ага, вот так. Ну, ладно. Да. Давайте, смотрим. Итак, здравствуйте, меня зовут Колчева Юля, и я представляю проект номер три, четвертый этап. И тема нашего проекта – это модель гармонических колебаний. Итак, в данном проекте мы изучали модель гармонических колебаний. И задачи, которые мы перед собой поставили, это дать теоретическое описание задачи, разработать алгоритм решения этой задачи, как аналитический, так и программный, и реализовать комплекс программ для решения этой задачи. Итак, дадим основные определения, которые мы использовали. Первое – это, конечно, гармонические осцилляторы. Это колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому закону. У нас есть независимые переменные x и y, и они определяют пространство, в котором у нас движется это решение. И так как это двухмерное пространство, мы называем его фазовой плоскостью. Решение уравнения как функции времени мы называем фазовой траекторией. А множество фазовых траекторий, которые соответствуют разным начальным условиям, мы будем называть фазовым портретом. Итак, само уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид. И это основная модель в теории колебаний. Ей можно описать, например, движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре и так далее. Очень много примеров. У нас есть переменная x, основная, которая описывает состояние системы. Есть параметр гамма, и он характеризует потери энергии в течение времени. Есть V0, это у нас собственные частоты колебаний, и t, это время. При отсутствии потерь в системе, то есть гамма у нас равна 0, вместо прошлого уравнения мы уже получаем уравнение консервативного осциллятора. То есть в такой системе у нас энергия колебаний сохраняется в течение всего времени. И последний случай, который мы рассмотрим, это если на наш колеблющийся объект будет воздействовать постоянная внешняя сила, периодическая внешняя сила. Итак, для всех этих трех случаев было найдено аналитическое решение. И вот результаты нашей работы представлены на слайде. Мы рассмотрим эти три основных случая. То есть гармонический осциллятор без затухания, гармонический осциллятор с затуханием, и гармонический осциллятор с воздействием периодической внешней силы. И для данных начальных условий, которые представлены на этом слайде, у нас была реализована программа, которая моделирует выведение системы с данными начальными условиями. И сейчас мы посмотрим на результаты данной программы. Итак, здесь мы получили довольно очевидный результат на самом деле, потому что у нас есть осциллятор с затуханием, эта зеленая линия, и он колеблется только первое время, а затем полностью останавливается. Осциллятор без затухания у нас стабильно колеблется в течение всего времени. Вот что у нас показывает эта синяя линия. И, наконец, осциллятор, который работает с внешней силой, то есть его колебания, они, как видите, немного сдвинуты по сравнению с консервативным из-за того, что мы добавляем внешнюю силу, то есть у нас добавляется влияние частоты внешней силы. Ну, и также он немного меньше, чем консервативный осциллятор из-за наличия потерь. Итак, и последнее, это мы нарисовали фазовые портреты для всех представленных случаев. Ну, тоже результаты достаточно очевидны. То есть у нас осциллятор с затуханием в конце концов останавливается. Без затухания образует такой идеальный эллипс. Здесь у нас очень сильно зависит от того, какая будет внешняя сила, с какого она будет воздействовать. И поэтому тут он немножко раз... То есть у нас тут несколько таких кругов. опалов. И, собственно, на этом все. Итоги нашей работы – это то, что мы дали теоретическое описание задачи и дали описание этой модели. Мы разработали алгоритм решения задачи и реализовали комплекс программ для ее решения. Собственно, на этом все. Спасибо большое за внимание. Почему у вас элипс получается затухание? Что такое фазовый объем? Затухание. Фазовый объем в фазовом пространстве. Что у вас означает фазовый объем? Смысл фазового объема. Ну, в том плане, что, например, бензин и тухань, то есть, смысл фазового объема, в данном случае, это энергия. Если у вас без затухания, то действительно у вас... Ну, элипс – это потому, что у вас такие размеры координат, может быть, по-разному он выглядит. Но с затуханием у вас должно все это скручиваться в точку, потому что энергия – это диссидирует. А вот у вас это я не замечаю, что у вас все... Ну, вот у вас внешняя сила с затуханием очень похожи цвета. Вы бы тогда с цветами-то не баловались, а то ничего не понять. Надо было явно, более явно показать, что фазовый объем уменьшается. Нарисовать направление движения стрелочками и больше оборота взять, чтобы было видно, да. Значит... И, кроме того, вы сказали овал. А что такое овал? Элипс. А что такое овал? Овал – это когда с внутренностью. Да, неправильно. Чем? Чем отличается элипс от овала? Элипс – это, так сказать, граница. Так, давайте окружность и элипсовал. В чем различие окружности или элипсовал? В чем различие? Ну, окружность – это, опять же, граница. Окружность – это более как... Это все граница. Радиус... В окружности один фокус, в элипсе два фокуса, в овале... То есть граница. Разное количество фокусов. Это все при уменьшении колеса фокусов у нас овал вклопывается сначала в элипс, потом в окружность. Чтобы это не учили. Ладно, очень хорошо, да. Мне понравилось. Спасибо. Значит, кто еще? Еще желающие? Больше желающих нету, бежит, да? Так, и что у нас по... Это на четвертый этап у нас вот все наложили, больше нету. По третьему этапу у нас... По третьему этапу у нас... Ну все, тогда, давайте тогда. На сегодня завершил. Да, здравствуйте, извините, пожалуйста, можно тогда вопросы позажать, потому что уже никто не отвечает. Здравствуйте, снова я. Во-первых, у меня есть еще один вопрос по Джулии. Я как бы нашла для него решение вот уже в этой работе, которая была, но все равно хотела спросить. Там есть момент, что я задаю переменную, а тут не устраиваю цикл, в который можно изменить значение. И каждый раз... Анастасия, вас просто не слышно. Вы начинаете... Я не услышал вопроса, вы исчезли просто. А, извините. У вас показывает очень плохая связь. Проблема. А сейчас меня слышно? Да, да. Сейчас опять не слышно. Слышно меня, да? То слышно, то не слышно. Вот связь у вас булькающая. Давайте еще раз вопрос. К сожалению, я не могу ничего с этим сделать. Я просто тогда постараюсь медленнее сказать. Да, давайте. Вот в языке программирования Джулия, когда мы задаем переменные, если мы потом их используем в цикле, она просит присвоить ей либо глобальное, либо локальное значение. И сейчас я последнюю работу сделала через функции. И таким образом избежала вот этой проблемы. Но вы бы не могли объяснить, как это работает и зачем оно нужно. В чем проблема? Вы не инициализировали переменную? Каждая перемена должна быть инициализирована. Я ее инициализировала до этого. А потом уже, когда я выполнялась к ней действия, где присваивала ей новое значение, например, ну вот как счетчики, которые мы используем, мне выдавалась ошибка в исходе, где просили подписать, является данная переменная глобальной или локальной. И я подписывала уже глобал этой переменной изначально, то есть если у меня был счетчика, я писала эту функцию глобалка. Это не ошибка. И тогда она работала. Нет, 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 это не ошибка, он может и без этого работать. Дело в том, что Julia выполняет на этапе, как вы запускаете, она делает компиляцию с помощью JIT. Для того, чтобы компиляция была наиболее оптимальной, она должна из написания программы понимать, какого типа переменная и какая область действия переменная. И поэтому она просила вас задать область действия, чтобы выполнение было наиболее оптимальным, чтобы она скомпилировала более оптимальный код. На самом деле можно не задавать область действия, просто тогда область действия будет определяться во время исполнения и оно не будет компилиться. Понятно, нет? Анастасия, вас опять не слышно. Анастасия. Вас не слышно, опять мы пропали. Вы слышали, что я сказал? Да, слышала. Сейчас, где чат. А у меня чат не открывается. Алло? Так, да. Меня слышно? Да, слышно. Да, я все поняла. Спасибо вам. Очень плохая связь у вас. Я тоже слышала. Да. Ну и спасибо большое. Да. И еще один вопрос. Да. Это по поводу четвертого этапа, который группа Максимовича не могла писать, что именно у нас было. Анастасия, извините, я совсем не могу понять, что вы спросили. Нет, совсем не смог понять. Анастасия. Вы меня слышите, Анастасия? Или вы исчезли? Исчезли. Ладно, тогда я заканчиваю. Остаюсь еще онлайн. Может, Анастасия подключится. До свидания всем.